Когда я сообщила родителям, что я буду заниматься визажем, так как сейчас в России, наверное, даже нет такой профессии визажист, родители восприняли это несерьезно. Решили, что это будет очередная моя какая-то игрушка, которой я позанимаюсь и брошу. Да, какое-то новое увлечение просто. Они сказали мне, Маш, не занимайся ерундой, займись нормальным делом. Иди учись, отдам, например, на педагога и будь хорошим преподавателем. Ты можешь больше. Вот это они мне сказали. Я говорю, ну почему я могу больше, если я могу заниматься тем, чем я хочу заниматься, тем, чем я хочу жить, я хочу приносить красоту и пользу людям? Почему бы не заняться этим всю свою жизнь? Я Маша, мне 19 лет. Я с самого детства хотела быть начальницей, хотела быть главной, хотела быть независимой, свободной. Никогда не хотела ни от кого зависеть и хотела работать только на себя. Спустя, наверное, три года моей бурной деятельности я решилась на то, чтобы открыть свою студию. Здесь работают только мои ученицы, только мои люди, которых я люблю, доверяю и верю в них. Моя студия существует совсем недолго, буквально три месяца. Мы открылись в очень непростое время, время карантина. Но мы смогли пройти через многое, и я заезжала сюда с полностью пустыми стенами. И это был черный цвет стен. Я, как сейчас помню, заезжаю, и были ужасно запачканы столы, были все стены в дюбелях. Я заново себя шпаклевала, красила и поднимала студию с колен. Так сказать, рожала ее все эти три месяца. И вот потихонечку доводим до ума, но уже совместными усилиями. Как только девочки сюда заехали, как-то мы стали обживаться, стало более уютно. И вот все вдохнули в эту студию жизнь. Мы делаем макияж, мы делаем прически, мы делаем брови. Также мы их ламинируем, делаем коррекцию окрашивания краской ихной и делаем маникюр. Ну и лично я провожу обучение по курсам бровист, сам себе визажист и базовый курс визажист. На протяжении трех лет я постоянно повышаю квалификацию, постоянно покупаю какие-то курсы, езжу на мастер-классы. Но в самом начале, в 16 лет, мне пришла идея пойти обучиться на курс сам себе визажист. С этого все, так сказать, началось. Я тогда училась в девятом классе, а мой преподаватель увидел во мне талант и решила обучить меня профессионально. И тогда все пошло-поехало. Я взяла одну модель, потом вторую, накупила себе материалов. Как сейчас помню, у меня был стартовый капитал, который дали мне родители, 5000 рублей. Я на эту сумму накупила себе все, что могла. На тот момент можно было купить только одну палетку. И я этой одной палеткой орудовала с одной кисточкой, будто я уже три года этим занимаюсь. На самом деле, даже карантин не помеха. Всегда люди идут, и всегда надо быть на одной волне с клиентом. Кто бы тебе ни пришел, либо 15 лет, либо человек уже постарше, надо всегда найти с ним общую тему. Надо найти подход к каждому клиенту. Надо отпустить его самым красивым. Мне помогали все, кто был рядом. То есть мне помогали родители, мне помогали мой молодой человек. То есть это студия, я говорю, это студия хендмейт, это ручная работа. Потому что все столы, которые у нас здесь сделаны, это делал своими руками мой молодой человек. Я помню прямо сейчас фанеру шестерка или десятка. Я теперь все знаю о фанере, все знаю о красках. Потому что сама я здесь красила все свои стены. Сама я делала диван, шила подушки. Сами мы делали макет. Мы вырезали логотип нашей студии. Я придумывала все сама. И сама я его красила, отвозила на дачу, все это делала. Поэтому это хендмейт. Здесь недорого, но со вкусом. Студия приносит прибыль мне сейчас. Дальше развитие, дальше больше. Вот так вот будем. Я уже сейчас присматриваю себе помещение, чтобы его купить. Вот это вот мое желание, моя мечта, она меня просто окрылила. И я решила, что что бы ни было, что бы ни случилось, у меня будет всегда моя студия. Всегда будет место, куда я уйду. Мой второй дом. Я здесь живу. Я здесь даже учусь, я здесь сессию сдаю. У меня диван здесь, я здесь сплю иногда. Так вот. Музыка. Халват